Далее, еще одна оптимистичная новость. Это американский военный обозреватель Чак Пфайфер, сообщил, что он провел анализ и сообщил, что по его данным, воюющие на Бахмутском направлении подразделения вооруженных сил Украины провели контратаку к юго-западу от Северной. Населенного пункта Ивановского. И вошли в боевое столкновение с противником возле захваченного населенного пункта Клещиевка. Комментируя ситуацию вблизи Кременной в Луганской области, журналист отмечает, что российские войска четыре раза обстреляли юго-западный угол. Это позволяет говорить о том, что украинские военные сохраняют контроль над плацдармом в районе Кременной. Обратите внимание, что даже американский военный обозреватель, проводя свой анализ и свое видение ситуации, он опубликовал у себя в Твиттере этот результат и опубликовал карты обоих плацдармов. И Бахмута, и Кременной. Никакой атаки нет, но стабилизационные мероприятия и на Бахмутском, и на направлении Кременной и Лимана, точнее в районе Кременной, наши вооруженные силы проведены. Если под Бахмутом мы провели контратаку, для того, чтобы стабилизировать фронт и сбить наступательный темп или остановить продвижение российских войск вглубь нашей территории, то в районе Кременной мы просто провели огневое воздействие для того, чтобы стабилизировать ситуацию по контролю за плацдармом в районе Кременной. Вот такая вот ситуация, военная ситуация, уточнение от американского аналитика. Премьер-министр Латвии сделал такое заявление, ну вот то, что я говорил, чтобы не мотать нервы себе, особенно нам с вами, дадут, не дадут, когда дадут, сколько дадут, что дадут, я имею ввиду боевую авиацию западного образца. Так вот, премьер-министр Латвии на вопрос немецкого издания «Шпигель» ответил, западные партнеры начнут поставки истребителей Украине, и это только вопрос времени. Так как я вам и говорил, что к началу контрнаступления, поверьте, у нас будет авиация. Вполне возможно, что даже авиация будет западного образца. Он даже также добавил, премьер-министр Латвии, что если бы у нас были истребители, мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители, если украинцам нужны истребители. Они должны их получить, сказал Кареныш. Вот такое заявление. Так что будут истребители. Ну и к ним мы сейчас еще вернемся, потому что в Соединенных Штатах появила NBC, сообщила со ссылкой на двух членов Конгресса и на высокопоставленного чиновника США. Не указывает, из какого ведомства. Они дали в эфир новость, что два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в частности F-16. Также журналисты отмечают, что навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, это штат Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться еще 10 коллег уже в этом месяце. Также они заявили, что у этой программы двойная цель улучшить навыки летчиков и оценить, сколько времени может занять соответствующая программа обучения. Ну, опять же, добавлю оптимизма сегодня такой, день оптимизма, будем считать. В том плане, что мы знаем же, что еще в мае месяце прошлого года, в начале июня прошлого года прокатилась целая серия интервью с нашими пилотами, которые находятся в США и проходят подготовку, они проходили подготовку на тот момент на самолетах F-16. Рассказывали про философию полета на этих машинах и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что это либо новый набор пилотов, либо, скорее всего, это новый набор пилотов в школу обучения. А в конце марта или в конце апреля, когда готовны, во второй половине апреля, скорее всего, даже можно примерно дату сказать, будет, скорее всего, готовность наших войск к контрнаступлению, вот тогда могут появиться самолетики типа F-16, может быть, что-то другое. Может быть, торнадо, может быть, миражи, может быть, грифины. И, ну, бородавочники вряд ли, скорее всего. А десятые, уж очень больно он староват для этой войны. Слишком, ну, будем так говорить, российские средства ПВО для бородавочника будут, на мой взгляд, довольно большой проблемой. Продолжение следует...